Встреча в Zoom, посвященная Дню Национальной Конституции Западной Армении. Интервью Арменака Абрамяна новостному агентству Восточной Армении. Мы вернемся, чтобы вновь отпраздновать тройной праздник Гурген Меликян. Российские пограничники покинут Тавужскую, Сюнингскую, Вайадзорскую, Геокрунингскую и Араратскую области. Восточная Армения прекращает финансирование ОДКБ. Европейский банк реконструкции и развития выделит Восточной Армении кредит на сумму более 200 миллионов евро. Культурный геноцид. 9 мая состоялась встреча Zoom, посвященная Дню Конституции Западной Армении. Первый президент Западной Армении Арменак Абрамян отметил, что Национальная Конституция Республики Западной Армении состоит из трех основных общих частей. 15 основополагающих текстов Республики Западной Армении, которые неизменны. История Республики Западной Армении, законы, постановления и декларации о признании, лежащие в основе Конституции. 161 статья Национальной Конституции из 13 глав, которые могут быть изменены, поскольку основаны на принципе реальности, следуя правилу реального и объективного применения. На основе устава Организации Объединенных Наций и Декларации прав коренных народов с учетом международного права. Президент Западной Армении Лития Маркусиан отметила, «Отмечать 9 мая очень болезненно, поскольку Шуши оккупирован. Подчеркнув, мы можем освободить, доказательство этому было освобождение Арцаха». С речью выступила председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Арутюнян, подчеркнув важность знаменательного дня. Председатель Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян дан интервью журналистке Нарине Агаджанян. Первый президент говорил о Национальной Конституции Западной Армении, освобождении Арцаха после военных работах и Национальном совете Западной Армении, отметив, «Я, Арминак Абрамян, был инструктором на протяжении десятилетий. Все свое время располагал молодежи, чтобы защитить их и научить выжить. От тренировки приступил к реальным действиям. Независимо от военной, стратегической, правовой или философской области, искусство сохранения своего народа стало жизненно важным для меня приоритетом. Война никогда не прекращалась, она здесь перед нами, и даже если мы притворимся, что не видим ее, она знает, как призвать нас к порядку. Я продолжаю свою миссию по применению знаний в реальной борьбе за существование». Мы вновь вернем наш тройной праздник. Уверяю вас, это День близок. Об этом 9 мая в своем выступлении на митинге, организованном на площади Республики, заявил бывший Декам факультета Востоковедения ЕГУ профессор Гуркен Меликян. У нас отняли нашу веру. Мы обязаны поддерживать армянскую силу. Это наше признание. На протяжении веков именно Церковь поддерживала наш народ в условиях отсутствия государственности. Сегодня Церковь вновь взяла на себя свою миссию. У нас отобрали нашу духовность, наше достоинство. Мы обязаны поддержать армянскую силу. Правда пришла от границ страны в армянскую столицу и разбудила всех армян. Заверяю вас, эта правда должна быть в домах каждого из нас в наших сердцах. Мы верим в завтрашний день. Пусть в жизни Армении наступит период достоинства, правды, победы и реального мира. Согласно достигнутой договоренности, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные в Тавушской, Сюнихской, Вайотзорской, Георкунинской и Араратской областях, во время и после 44-дневной войны прекратят свое развертывание и покинут эти населенные пункты. На высшем уровне также подтвердено решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. Восточная Армения прекращает финансирование деятельности ОДКБ. Восточная Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года, о бюджете ОДКБ 2024 года и участие предусмотренным этим решением финансирования деятельности организации. При этом, по словам представителей дипломатического ведомства, Восточная Армения не возражает против принятия решения о бюджете ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате. Европейский банк реконструкции и развития выделит Восточной Армении 12 миллионов евро на строительство таможенно-логического центра в Сюнике, из которых 2 миллиона гранда, а 10 миллионов кредит. Центр будет построен на земельном участке северо-юг площадью 7,7 гектаров. На территории центра планируется построить административное здание с солнечной электространцией на крыше. Будет осуществляться детальный досмотр транспорта по направлению въезда и выезда, таможенное оформление, рентгенно-диагностика грузового и легкового транспорта и прочей инфраструктуры. Разрушение памятников периода независимости Арцаха, мемориалов, символизирующих победу хачкаров и мемориалов-героев, занимает особое место в антиармянской политике Баку. Эта политика активизировалась после войны 2020 года, в результате которой многие памятники уже были разрушены. Этот механизм уничтожения наследия активно используется специально с целью стереть в вехи победной памяти об освобождении Шуши, демориализовать армянский народ и нанести ему психологическую травму. Шуши был освобожден утром 8-9 мая 1992 года. Помимо важного военного значения, победа должна была воспитать в поколениях дух патриотизма, что стало возможным благодаря культурному наследию. Культурный ландшафт Арцаха был полом памятников, документирующих освобождение Шуши и прославляющих его. Танк-памятник был одним из них. Самая первая машина, въехавшая в освобожденный город-крепость 8 мая 1992 года. Танк был символом освободительной борьбы Арцаха, символом победы, символическим памятником освобождения Шуши, где была отдана дань уважения памяти героев, павших в освободительной борьбе за Шуши. Для многих это было священное место, место памяти и уваговечивание подвига героя. Однако в сентябре 2023 года стало ясно, что Баку демонтировал, а затем уничтожил танк, установленный на дороге Степанакер-Шуши, уничтожив наследие и поставив под угрозу возможности передачи памяти о победе поколениям. После освобождения Шуши первым местом, куда направились воины, папидоносной армянской армией была церковь Суп Армай-Напаркич Казанчицоз, города Шуши, где была отслужена святая литургия. В этом смысле Казанчицоз был важным символом победного завершения освобождения Шуши, поскольку многие жаждали поднять победный флаг именно на высоте Казанчицоз. И не случайно 8 октября 2020 года первый удар Баку был нанесен по самой церкви с грубыми нарушениями Гагской и Женевской конвенции. Также международного гуманитарного права удар был нанесен дважды, нанеся значительный ущерб куполу внешней и внутренней части сооружения. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!